После смертельной травли клопов в Актау в Казахстане смогут работать только дезинсекторы с лицензией. Норма вступит в силу с 1 июля 2024 года с законом о биобезопасности, рассказала главный санврач страны. Айжан Исмагомбетова отметила, что за безлицензионную деятельность предусмотрен серьезный штраф до 600 тысяч тенге. Напомню, причиной гибели двух актауских детей стало средство, используемое для отравленности комых в сельском хозяйстве, а его распылили в многоквартирном доме. Хочу отметить, что до 2007 года вообще эта деятельность лицензировалась. С 2007 года лицензирование было отменено, но вот теперь, учитывая, что последние несколько лет ежегодно регистрировались такие случаи отравления, мы в рамках закона о биобезопасности ввели эту норму. Айжан Исмагомбетова также прокомментировала о случае с сибирской язвой. По ее словам, с начала года опасным заболеванием заразились 37 казахстанцев. Один из них умер. Говоря о биоугрозах, главный санврач также заострила внимание на вспышке кори и отметила, что ее причиной стал отказ родителей от вакцинации детей, поскольку среди заболевших 80% не получали прививку. По последним данным, заражены 11 тысяч человек. Вспышку кори нельзя остановить, не вакцинировав всех восприимчивых, все восприимчивое население. Потому что корь – это высоко контагиозное заболевание. То есть, если находиться в заболевшем корью, ну, так скажем, в близком контакте, то есть 10 человек непривитых, все 10 заболеют. Не заболеют только привитые, которые имеют полный комплекс вакцинации. А вот от коронавируса вакцинация идет полным ходом. По словам Гизмагомбетова, ежедневно 500-600 человек проходят процедуру. В основном это люди старше 65 лет и медработники. В стране припасли 150 тысяч доз Pfizer и 113 тысяч Sinopharma. Их намерены использовать до конца года. Продолжение следует...